Сотрудникам милиции стали приходить письма с благодарностью от жителей Гродной области. В это непростое время людям в форме важно каждое слово поддержки. Послания шлют в электронном виде, на сайт УВД пишут в социальных сетях, но самое теплое и душевное написано по старинке от руки. Пожелаю вам удачи, чтобы опасность обошла и любовь родных и близких на заданиях берегла. Обратиться с такими словами в адрес Гродненской милиции Светлана Рекет, как оказалось, решилась одной из первых. О себе и близких говорит обычная семья. Вместе с мужем Николаем воспитывает троих детей. За ситуацией в стране Светлана следит ежедневно, имеет свою гражданскую позицию и охотно поддержала идею в одной из женских групп в социальных сетях. Это минимум, что я могла сделать, помочь как-то поддержать наши подразделения МВД, в том числе ОМОН, ГАИ, ну и остальных. Это, я думаю, что каждый патриот бы так сделал. Дать им силы, чтобы они верили, что нас много, что они не одни, что мы их ценим, уважаем и верим, что они нас защитят. Инициативу Светланы одобрил и супруг, профессиональный юрист. В более сдержанной мужской манере тоже оставил пару строк. Николай уверен, поддержание правопорядка – важный элемент в системе работы любого государства. Если у них вот эту веру, что они делают правильное дело, правое дело отобрать, по сути считайте, что системы как таковой нет и государственность рассыпается очень быстро. Поэтому я сторонник прежде всего эволюционного пути развития, эволюции, а не каких-то там резких рывков, качалок в сторону революции. И такие письма теперь приходят в адрес гродненских милиционеров каждый день. В коллекции уже более 500. Кто-то присылает по почте, кто-то приносит прямо на пост УВД. Пишут люди разных возрастов и профессий. Высказываются и от себя лично, и от имени всей семьи. Добрый день, офицеры! Обращается к вам мама, жена и просто женщина. Сразу хочется сказать вам спасибо за службу, за труд. Именно за труд в наше непростое время. Спасибо за то, что остаетесь верными Белоруссии, ее гражданам и власти. Какие бы камни ни летели в ваш огород, знайте, что есть люди, которые поддерживают и ценят то, что вы делаете сегодня, сейчас, каждый день. Дорогие стражи закона, меня зовут Ольга, я мама шести деток. И нам всем так хочется мирного неба в нашей любимой стране. Мы понимаем, за кем правда, и мы все безмерно благодарны вам за то, что стоите стеной, не отступаете, защищаете свою землю. Помните, вы уже сейчас наши герои, и мы всей душой, всем сердцем с вами. Я Гродненко, моей бабушке 97 лет. Она видела войну, голод и насилие. И рассказывала об этом мне не раз. Я точно знаю одно, без вас нам не справиться с беспорядками. Вы та единственная моя защита, на которую я могу рассчитывать. У вас есть поддержка народа. Мы молимся о вас и ваших семьях. Дай бог здоровья и сил. Спасибо, что не предали. Любимую не отдадим. Наталья, 42 года. Для самих сотрудников такие душевные послания, конечно, стали неожиданностью. Участковому инспектору Владимиру Дмуховскому обычно приходится вести деловую переписку, опрашивать свидетелей подозреваемых, оформлять протоколы. А тут впервые в карьере такой теплый привет на бумаге. От руки, а где-то даже и с детскими рисунками от совершенно незнакомых людей. Увидев эти письма, стало очень приятно и тепло на душе. То, что есть люди, которые ценят наш труд, тепло о нем отзываются, поддерживают нас. Чувствуется, что их писали и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины обращаются к нам и говорят нам спасибо. Письма хранят в открытом доступе на посту дежурного и передают в подразделения, чтобы прочесть их смог каждый сотрудник. Говорят специально, чтобы поддержать коллектив и хотя бы таким способом сказать свое спасибо авторам писем. Ведь имена и обратный адрес есть далеко не на всех конвертах. Очевидно, что в отношении нашего государства сейчас в настоящее время ведется самая настоящая информационная война. Поэтому вот такие теплые письма от обычных граждан с обычными совершенно простыми словами. Это вселяет дополнительную уверенность в наших сотрудников, что они делают важную, нужную работу, что их профессия востребована, что они стоят на защите закона. Светлана Рекет на ответ, конечно, не надеется. Не до этого. Сейчас милиция несет службу в усиленном режиме. Но если нужно, готова писать снова и снова. Рассуждает просто. Кто, если не я? А еще предлагает всем знакомым и неравнодушным, кто ценит порядок и безопасность на улицах, найти время и сказать или написать свое спасибо тем, кто эту безопасность обеспечивает. Надежда Завиновская, Александр Бужуков. Наши новости. Гродно.